Приветствую вас! Мне кажется, что здесь нужно сначала определиться с тем, что вот вы спрашиваете, как быть, но как быть, чтобы что? Чтобы что быть? Какой у вас приоритет? Чего вы хотите? Вообще, что вы хотите? Понимаете, а вот пока я этого не понял, да, пока я этого вообще не увидел, то есть что вы хотите? У парня вашего, ну, да, у него есть, ну, какие-то свои, там, не знаю, какие-то свои у него есть, ну, представления, да, о том, что вообще происходит, о том, а, значит, как происходит. Вот, и так далее, то есть у парня вашего, у него есть какие-то представления о том, как все должно быть, и они, они, эти его представления, да? Ну, наверное, в любом случае имеют место, имеют право на существование, вот, в любом смысле, в любом случае, точнее, вот, для него это нормально. Да, это ненормально для вас, да, это ненормально для вас. Я бы сказал, что это, для вас это очень непривычно, вот, я понимаю, прекрасно понимаю вас, вот. Что для вас это тяжело. Но, парень, ваш парень, он имеет, как бы, право хотеть, вот этого, да, он имеет право хотеть, этих, ну, вот этих вот момент, он имеет право хотеть всего. И поэтому, в первую очередь, в первую очередь, что нужно вам сделать, это для себя определить, что хочу я, чего хочу я, что мне нужно, самой, вот, и уже исходя из этого, думать, как, там, и что, как себя вести, что делать, понимаете, вот, это первое, второе, что значит, так, встречались парни в семь лет, расставание далось, эээ, для меня нелегко, а по какой причине нелегко далось расставание? Вот, ээ, в чем было сложно? Я, конечно, понимаю, что семь лет, эээ, вы встречались, и что, наверное, эээ, привыкли к нему за столько времени, но если вы решили расстаться, то для этого были какие-то причины, и вот то, что вы расставание до сих пор, эээ, не пережили, это основная проблема, которая мешает вам двигаться вперед. Эээ, бывший парень появляется в моей жизни, но безрезультативно. А для чего появляется в вашей жизни бывший парень? Что он хочет? Говорили ли вы с ним? Может быть, он, ээ, поменялся, может быть, он изменился, может быть, он, эээ, там, ну, готов, эээ, к тому, чтобы, эээ, продолжить с вами, с вами отношения, эээ, дальше, например. Ну, просто, вот, продолжить отношения с вами. Может быть, он готов к этому, вот. Может быть, и нет, конечно, может быть, но это еще не точно, не точно. Знаете? Вот. То есть, эээ, тут вот тоже нужно, нужно разобраться. Очень важно разобраться в этом аспекте. Если вы любите мужчину, да, и он появляется в вашей жизни, для, ну, какой-то цели своей, то, наверное, он чего-то хочет, и нужно здесь выяснить, чего он хочет. Понимаете? Вот. А, нужно выяснить, все-таки, что ему нужно, вот. Ну, я так, я так думаю, вот. Нужно выяснить, а, для чего он появляет в вашей жизни, вот. Вот. Вот вы говорите, что, а, ну, наше, наше, так, что решили, решили двигаться вперед, да? Вот. Это хорошо, что вы, что вы решили двигаться вперед. Вопрос в другом. Понимаете? Вопрос в другом, в другом. Двигаться вперед можно по-разному. Понимаете? И вот сейчас, например, вперед, да, вы не двигаетесь на данный момент. На данный момент, то, что происходит, да, это то, что вы застряли. То есть вы, вот, испытаетесь отношения новые на сейчас, но они вас пугают. Потому что вы говорите, что вы его любите в глубине души своего мужчины. Ну, бывшего уже сейчас мужчины. Вот. И совершенно очевидно, что раз вы любите своего мужчину, бывшего, раз вы его любите, то ни о каком, абсолютно ни о каком начале новых отношений. Речь, речи, точнее, речи, быть не может, в принципе, потому что вы его любите, у вас есть чувства к нему, а к другому чувств нет. Да, возможно, он вам, там, ну, возможно, он вам готов дать то, что вы хотите получить. Вот. Возможно. Но это мало что меняет по факту. Потому что, да, кто нам готов, но этого мало. Вам, вам чувства нужно. Вот. Понимаете. Поэтому сперва нужно закончить отношения с предыдущим бывшим мужчиной. Вот. И только после того, как вы это сделаете, только после этого, уже можно будет двигаться дальше. Может быть, может быть, имеет смысл, да, поговорить, значит, с ним, может быть, имеет смысл обсудить с ним, что, ну, для чего он, он, вот. Вот. Именно. Появляется, да. Зачем он появляется. Что он хочет. Вот. Чтобы вы, как-то, вот, лучше понимали, что нужно. На что рассчитывать. Например, вам. Да, вот. Например, вам. На что рассчитывать. Тогда уже будете лучше знать, можно ли двигаться вперёд. Можно ли вам двигаться вперёд или нет. Вот. Так у вас сомнения. И сомнения в данном случае это нормально. 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 Абсолютно. Вот. Сомнения в данном случае это вполне нормально. Дальше идём. Я для себя закрыл старые отношения и решил идти на то, ещё новом. То есть вы любите этого мужчину углубиняющего и знаете, что ничего из этого не выйдет. Чего именно не выйдет. Во-первых. Что вы хотите, чтобы вышло. Знаете. А вы лично на хорошие из того, что вы пытаетесь строить отношения с тем, кто, судя по всему, вам не очень подходит хорошо по температуре. А кто не очень хорошо, например, чувствует вас. Да. Вот. А вот это лучше будет? Такого рода отношения. Или как? Что-то опять же. Ааа. Только, только связь в том, чего вы хотите. От отношений. Что вообще вам нужно. От отношений. На мой взгляд. Ааа. Вот на мой взгляд. Ааа. Исходить нужно из этого. Анализировать свой выбор. Ну, как, как. Как минимум. Как минимум. Как минимум. Анализировать свой выбор. Ааа. От, отвечать себе на вопрос. Почему я это делаю. Для чего я это делаю. Ну, вот. То, что. То, что делаю. Хотя, хотя бы. Да. Вот. Вот. Это я полагаю. Важно. Слава. Дальше. Подзаконная справа. Под лично веселый с семейными ценностями. Чувствую моего человека. Но. Ааа. Но. 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 Есть все. Он военный. Ааа. Смотрите. Ааа. Ваш человек. Да. Но военный. А как вы определяете, что ваш человек? Ну, то есть. Как. Вы. Сказали. Что. Он. Ваш человек. Как это. Ааа. Как вы. Идентифицируете. То. Ваш человек. Или нет. Это важно. Что. Понимаете. Вы говорите. Он военный. Ааа. Постоянных разъездов. Да. Это не очень хорошо. Но. Если это ваш человек. Если у него те ценности. Которые. Которые есть у вас. Что. То это. Так сказать. Неизбежное зло. Ммм. Цена. Которую вы. Ааа. По идее. По идее. Ну. Готовы заплатить. За то. Чтобы быть. Ааа. С ним. Например. Вот. И. Или нет. Или не готовы заплатить. Чтобы быть с ним. Понимаете. Что это стоит. На таком случае. Кхм. Это не ваш человек. Если вы не готовы. Платить такую цену. Понимаете. Вот. То есть. Вас пугает то. Что он. Ааа. Стремительно очень. Ааа. Давит на вас. По сути. То есть. Тут. Вот. Секает вопрос. А в курсе ли он. Что. Ммм. Вы. Например. Допустим. Переживаете сейчас. Там. Например. В курсе ли он. Что у вас были отношения. До этого. Семь лет. Знает. Знает он об этом. Обо всем. Вот. Если знает. То. Как относится. Как воспринимает это. Если знает. Вот. А если не знает. То опять же. Ааа. В тот же момент. Ааа. Вы от него это. Скрыли. Или. Или что. А если скрыли. То. Из-за чего скрыли. Вот. Если он на вас давит. Ааа. Ну вот. Ну. Молодой человек. Человек. Да. Если он давит на вас. То. Кхм. Действительно это ваш человек. Тогда. В таком случае. Вот. Если он давит на вас. Знает. Вот. На мой взгляд. Эээ. Вот эти вот все вещи. Эээ. Нуждаются в. Исследовании. То есть. Если у человека семейные ценности. Он. Спокойно. Эээ. Относится к тому. Что вам нужно подождать. Если у человека семейные ценности. Он понимает. Что семья это. Ну. Априори. Нас все живет. Да. Априори. Априори. Нас все живет. И он не будет. Эээ. Торопить. Ну. Вас. Торопить. Да. Допустим. Ну а он то. Что делает. Да. Он то робит. Получается. Вот. И. И это. Это вызывает вопросы. Относительно его. Настроенности. К вам. Вот и все. Вот и все. Понимаете. А вы. А вы. Сами. Видимо. Возможно. Эээ. Тоже. Такой. Эээ. Нерешительный человек. Человек. Вот. И вам просто тяжело. Потому что. Эээ. Не остыв. К эээ. К одному человеку. Да. Не остыв. Вы уже вступили в отношения с другим. Кстати. А по поводу чего вы познакомились. Познакомились. Эээ. С новым парнем. Есть ли у вас что-то общее. Общее интересное. Общее. Ну. Помимо ценностей. Потому что. Эээ. Симпатичные. Веселые. С семейными ценностями. Этого мало. Этого очень мало. Эээ. Так. Парень говорит что нравится ему. Эээ. Хочет иметь. Со мной. Эээ. Серьезные отношения. Эээ. Настроен решительно. Эээ. Ну. Что значит. Решительно. То что хочется иметь. Серьезные отношения. Это здорово. Но. Отношения мало хотеть. Их нужно выстраивать. А хотеть отношения. Отношения нельзя. Эээ. Недавно нашел. Вопросный разговор о том. Готовы ли я вот так его ждать. Переезд. Это на это бы. Не очень понятно. Готовы ли его. Кхм. 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 Готовы ли вы его ждать. Эээ. Где он. Как сейчас. Да. Возможно. Или он уже требует от вас переезд. Это конечно исключено. Вот. Он сказал. Есть определенные. Определенные временные рамки. Думаю. Я не знаю как быть. Просто не знаю. Вся в растерянности. А. Вот. Эээ. Что. С чем у вас борется. В чем конфликт. В чем. Эээ. Что на одной чаше весело. Что на другой чаше весело. Какие полица растерянности. Эээ. Знакомая от всего недели. Парень предлагает такой исход событий. Тем более для меня. У которой отношения длились 7 лет. Это мне кажется диким. Все так быстро развивается. Ну. Вопрос не в том как быстро развивается. Вопрос в том. Эээ. Что у вас общего с мужчиной. Скорее. Скорее. Что вас объединяет. И вопрос в том что да. Это слишком. Действительно слишком быстро. Но вы не знаете как быть. Вы в растерянности. У вас нет. Все таки. Все таки добиться. А значит есть какой то внутренний конфликт. Скорее всего. И если есть. Внутренний конфликт. Что именно его внутренний конфликт. Нужно разбирать. Что с ним борется. Вот. Вот так. И когда. Эээ. Внутренний конфликт. Будет решен. Когда. Вы увидите. Эээ. Чего вы хотите. Например. Например. Для себя. Вы сможете. Совершенно. Свободно. Сделать выбор. Эээ. В пользу. Вот. Того. Что вам нужно. Свободно. Эээ. Четко понимая. Какую цену вы за это доплатите. А пока. Вы. Вы просто ответственность за свое решение. Перекладывайте на психологов. Что не является правильным. Не является правильным. Эээ. Позитивным. Полезным. Именно для вас. Только для вас. На этом все. Все. Я надеюсь что помог вам. Если вас остались свободны. Вопросы. Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи вам.